Привет! Сегодня видео, которое вы запрашивали, это макияж за 10 долларов или макияж в пределе 700 рублей, то есть очень бюджетный макияж, и для этого я пошла в магазин, который называется Dollar Tree, где большинство продуктов, ну, косметических продуктов и много всего прочего продаются за 1 доллар, или там 2 продукта за 1 доллар, вот, и моя подружка Эми пошла со мной, она также согласилась сняться в небольшом таком эпизоде, где она выбирает косметику и рассказывает, как она вообще выбирает косметику для себя, я думаю, некоторым из вас будет интересно, как американки вообще выбирают косметику, конечно же, Эми не представляет всех американок в Америке, но она одна из них, и я думаю, что это очень интересно, тем более, что у нее подход очень необычный. Можно я подчеркнула? Конечно! Хорошо, привет, Эми! Привет! Итак, Эми, что вы попробовали здесь, что вы попробовали здесь? Ну, я пробовал этот, потому что я хотела белый, и лето, и золота. И они не... Эта птица была отличная от того, что я имела. Я использовала это, except что это в тюбе. И смотрел лицо. И я использовала это зеленый, и я его на сон, а не сон, как сон, потому что я не wear makeup. Я не делаю это очень часто. Это очень креативно. Это не как рюк или что-то. И я думаю, что я использовала это как линейка. Потому что я хотела, что мои очки быть более белыми. Так что я не следила правила. Я люблю это. Это как это должно быть. Спасибо. Как вы заметили, Эми любит использовать косметику не по назначению. Например, она любит использовать карандаш для губ на глаза. Ей нравится создавать что-то свое. Она берет косметику и использует ее так как душе угодно, в общем-то. Итак, вот косметика, которую я приобрела. Вся вместе косметика стоит примерно 9,5 долларов. Два из этих продукта я купила не в этом магазине. Я купила их в аптеке. 4 единицы из бренда LA Colors и 3 единицы из Wet n Wild. У меня здесь карандаш Wet n Wild. Это их новенький такой крыленький тоненький карандаш со щеточкой. Здесь у меня черный карандаш для глаз. Тушь черная разделяющая. Тут вообще столько обещаний за 1 доллар. Это фантастика. Бальзам для губ, тени, тональное средство и хайлайтер. Мне очень хочется начать с теней, потому что мне нравятся оттенки и они очень блестящие. Я вблизи сниму и покажу вам. Действительно выглядит очень красиво. Мне прям не терпится попробовать и посмотреть на свотчи. Давайте откроем и посмотрим. Дизайн был создан в США и сделан в Китае. Вот такая палетка 5,5 грамм. Она называется Водяные лилии. Здесь есть такой небольшой ограничитель, который нужно снять. Как бы такой скотч. И здесь есть такой аппликатор. Здесь нет зеркала, поэтому я буду использовать другое зеркало. Этот цвет очень переливается красиво из серебристого в шампанское. Очень красивые оттенки. Посмотрите. Если бы мне не сказали, что эта палетка стоит 1 доллар, я бы могла сказать, что это даже что-то близкое с Пэт Маград. Особенно этот оттенок золотой очень легко наносится. Посмотрите, какие они кремовые, какие они блестящие. Это просто обалдеть. Мне прямо не терпится нанести их на глаза. У меня немножко подсохли губы, поэтому я нанесу вот этот бальзамчик. Он как будто бы такой макарун. Так он выглядит. Очень такой аппетитненький. Давайте посмотрим, как он открывается. Не могу открыть. Такой вот он розовый. Пахнет нежно ягодками. 5,5 граммов. Я, наверное, немного нанесу базу в виде тонального средства. Просто немного на подвижное веко для того, чтобы добавить немножко такого увлажнения на веко. Совсем-совсем чуть-чуть. Я делаю макияж глаз изначально для того, чтобы если что-то осыпалось, я могла бы легко смахнуть. Вот такое тональное средство. Здесь написано 12 миллилитров. Мне кажется. Ну, что-то да. Здесь 12 миллилитров. Здесь есть такая помпа. И оттенок называется CBLM 311. Рубеж. 3. Вот так выглядит тональное средство. Но немного темнее, чем моя рука. Производитель обещает, что тональное средство будет ложиться очень ровно. И естественный финиш. Если его рассмотреть вблизи, то в нем есть какие-то пузырьки, как будто бы воздух. Так, буквально совсем чуть-чуть на подвижное веко как базу. В этой фирме еще продавались корректоры для лица. Я ими не пользуюсь, поэтому я не купила. Но там упаковки тоже были такие очень прикольные. Возьму вот этот фиолетовый средний оттенок и нанесу его на подвижное веко таким небольшим, неплотным слоем. Если нанесить пальцем, однозначно цвет будет более ярким. Сейчас я наслою тот же оттенок немного во внешний уголок. Он не слишком темный, поэтому вряд ли у меня получится очень глубокая тень. Но, тем не менее, я немного добавлю. Сделаю здесь более такой интенсивный цвет у внешнего уголка. Они практически не осыпаются. Я просто в шоке. И нанесу на нижнее веко немного. Практически до самого внутреннего уголка по всей линии. Возьму черный карандаш, который называется Каял. Каялы это карандаши, которые имеют такую кремовую текстуру. Они очень хорошо подходят для смоки ай. То есть, такого дымчатого макияжа глаз. Этот карандашик мне обошелся примерно в доллар семьдесят в аптеке. Который называется CVS. Могу его открыть. Пойду схожу за ножницами. Карандашик называется Babies Got Black 601A Wet n Wild. Здесь 1,4 грамма. И это сделано в Китае тоже. Так вот он рисует. Сейчас я пройдусь по верхней линии ресниц. Это создаст такой эффект более густых ресниц. Это не подводка, поэтому оно не должно быть идеально ровно. Главное, чтобы это было максимально близко к ресницам. Я не буду дорисовывать до самого уголка. Потому что мне хочется, чтобы глаза у меня были визуально расставленными, а не сближенными. Также я нанесу несколько ресничек снизу. Просто такие как будто бы точечки. То же самое сделаю на другом глазу. Он довольно быстро стачивается, потому что он мягкий. Я возьму другую сторону моего спонжика и нанесу золотой оттенок на вот эту вот часть верхнего века. Очень красивый золотой оттенок. Хотела посмотреть в зеркало. Очень красивый золотой оттенок. По первому впечатлению просто поразительно. Я все-таки, наверное, нанесу его просто пальчиком. Потому что поверх этого лилового оттенка он не совсем ярко ложится. Тени очень кремовые. По ощущению не очень хорошо получается наложить поверх. Ну и возьмем вот этот вот светлый. Он тоже такой шиммерный. Немного такой цвет шампанского. И нанесу его на внутренний уголок. Он, возможно, будет лучше смотреться, если нанесить его на тональное средство, на что-то более такое кремовое и влажное. Ну посмотрите, как выглядят свотчи. Свотчи выглядят просто потрясающе. Здесь где-то на два раза я нанесла. Давайте нанесу их просто кисточкой. Так вот фиолетово наносится кисточкой. То есть, конечно же, свотчи пальцами они гораздо более яркие. На самом деле удивительно, как свотчи пальцами выглядят намного-намного ярче, нежели свотчи, сделанные кистью. И светленький оттенок. Вряд ли его будет видно, потому что он и так светленький. Ну, в общем, как-то так. Ну что, сейчас нанесу тональное средство. Буду нанесить его совсем-совсем по чуть-чуть, чтобы прямо было... Чтобы просто как будто бы такое наслаивание. Моя кисточка полностью линяет. Тон, кстати, абсолютно ничем не пахнет. Такое полупрозрачное, это однозначно не плотное покрытие. Но это и хорошо. Если бы я не знала, что он стоит 1 доллар, я бы точно могла принять его за лонком. Очень естественно выглядит. Поры точно не закладываются. Напоминает как Tinted Moisturizer. Помните, мы пробовали от Laura Mercier, который вроде как Megan Markle. Любимое тональное средство или одно из тех, которые она использует. Вот примерно такая вот текстура, очень-очень легкая. Я сначала нанесла на руку и затем кистью вот так вот беру немного и добавляю на лицо. Чтобы добавлять небольшим количеством. Как бы наслаивать. Также я немного добавляю на бровь для того, чтобы у меня потом средство для бровей легко легло. Да, возможно, не перекрывает полностью все мои синие круги. Так получилось, конечно, немного темнее, чем моя кожа, но не слишком сильно критично. Особенно если бронзера добавить, да, немножечко на какие-то части здесь. В нем нет SPF, но выглядит как будто бы в нем есть SPF. Я хочу немного вернуться к макияжу глаз и добавить теней на те места, которые я немножечко задела тональным средством, чтобы вернуть туда тени. Я возьму растушевочную такую кисть, растушую немного грани. На кисточке нет теней, кисточка просто чистая. Просто немного пройдусь по граням и их растушую. Эти три оттенка шиммерные, поэтому они тушуются очень легко. Я думаю, тени однозначно не хуже каких-то люксовых теней того же Lancome, да, с такой средней пигментацией. И даже если посмотреть на свочи, свочи просто потрясающие. Но при нанесении, конечно, они не дают вот такого же оттенка, поэтому никогда просто не видя здесь на свочи. Конечно, важно, чтобы посмотреть еще на нанесение, как нанесение себя они ведут. Давайте сделаем брови. У Wet n Wild несколько карандашей для бровей. У них есть такой треугольничком, он довольно толстенький. Этот очень тоненький, он называется Ultimate Brow Micro Brow Pencil. И Wet n Wild вся косметика, она cruelty free, то есть она не тестируется на животных, хотя стоит буквально копейки. Есть общепризнанный знак, вот такой вот маленький кролик с ушками, который означает, что косметика не тестируется на животных. Полтора миллиметра кончик. Давайте его сравним с Huda Beauty, да, с самым тончайшим карандашиком. И посмотрим, насколько они все-таки отличаются. В этом карандашике 0,06 грамма. В Huda Beauty 0,02 грамма, то есть в три раза меньше, чем здесь. Итак, вот так они выглядят, да, Huda Beauty чуть-чуть потоньше, но не сказать, что какая-то очень сильная разница. Они оба кругленькие и они оба выкручиваются и закручиваются обратно. И у них у обоих есть вот такая вот щеточка на обратном кончике. Итак, расчешем брови и добавим немножечко цвета. Довольно мягкий карандаш, но чуть мягче, чем Huda Beauty. Ну, мне это даже нравится, потому что так быстрее получается. Вот такая довольно активная бровь получается. Я чуть-чуть добавляю и затем прочесываю. Добавляю и прочесываю, чтобы не было какого-то потом сюрприза. Вообще, на каждый день я могла бы даже вот так оставить и этого вполне достаточно было бы. Я рисовала брови. Получается довольно естественно. Карандашик мягкий и он довольно быстро растачивается. Вот так вот выглядит полная версия. Тотенок у меня называется Soft Brown, то есть мягкий коричневый 645A. Еще один шаг до хайлайтера, до и самой такой интриги, это тушь. И она называется Enhance and Define, то есть преображай и разделяй. Ухаживает за ресницами, придает объема. Содержит витамин B5, который называется Panthenol. И соевый протеин, который помогает увлажнить, напитать ресницы. И, в общем, поухаживает за ресницами. Очень интересно. Здесь 7 миллилитров тоже стоило 1 доллар. Это Wet n Wild. Давайте посмотрим, что это как. Она довольно суховатая. Давайте накрасимся. Ничем не пахнет. Такое ощущение, что в ней очень много увлажняющих компонентов. И не очень много самой туши, как такого темного пигмента. Она, конечно, прокрашивает, но я не могу сказать, что она делает какой-то очень сильный объем. И она не прокрашивает до конца. То есть, они, скорее всего, могли бы выглядеть более длинными. Мои реснички очень сильно выросли благодаря сыворотке, которую я вам расскажу, когда закончится мой период тестирования. Примерно через месяц. Вообще, в целом 3 месяца нужно пользоваться. Мне очень нравится, как она прокрашивает нижние ресницы. Потому что кисточка маленькая, щеточка маленькая. Называется Mega Wear. Средний объем, конечно. Не могу сказать, что тушь мне очень сильно понравилась. Буду честно. Та-дам! Хайлайтер с розовым подтоном. У них был с золотым подтоном. Но я решила, что у меня с розовым лучше. У меня тоже с розовым подтоном. Вот так вот он выглядит. Называется Glow Time. Срок годности 3 года. Аж здесь 8 грамм. Тоже сделано в Китае. Это LA Colors. Давайте сделаем свотч. свотч. Вот есть там. Но в упаковке немножко серовато. Выглядит на самом деле свотч. Выглядит довольно светлым. Так, я чистила кисточку. Давайте возьмем хайлайтер. и нанесем его на вверх счетчик здесь. Так как он такой светловатый, я бы его наносила буквально по чуть-чуть. Есть в нем какой-то немножко такой темноватый подтон. И ощущение, что это какие-то тени, знаете, светлые. Опасения были у меня по поводу этого цвета. Немножко он такой темноватый. И у них были также румяна. Я их не взяла, потому что они все были очень темные. Они были такого багрового коричневого цвета. Я их решила не брать. Добавлю немного бальзама. И подведем итоги. У меня эта штука здесь висела все это время. Я забыла. Вот такой получился макияж. Давайте подведем итоги. Я, наверное, пройдусь сначала посредством, которые мне очень понравились. Мне понравился вот этот вот бальзамчик. Он и выглядит прикольно. Он увлажняющий, приятный. Он имеет такой ненавязчивый аромат практически. Еле ощутимый. Здесь его довольно много. 5,5 грамм. Да, конечно же, не очень гигиенично. То есть это больше для домашнего использования. На ночь, может быть, наносить. На туалетном столике оставлять. В общем, такой прикольный макарун. Там были разного цвета эти макаруны. Точно буду пользоваться. Мне он понравился. Если говорить про тональное средство. Наверное, мне нужно было взять пудру с ним. Потому что у меня кожа очень такая склонная к жирности. И, конечно, на мне он довольно сильно поблескивает. Очень неплотное тональное средство. Мне кажется, для сухой кожи он будет очень хорош. Его можно наслоить. Но в то же время даже небольшое количество очень освежает лицо. 12 миллилитров. То есть это примерно половина большого тонального средства. За 1 доллар. С помпой. По-моему, очень достойно. Карандаш для глаз не потек. Ток он у меня по-прежнему остался. То есть я уже снимаю уже больше часа. И здесь довольно жарко. Тональное средство оно немножечко, конечно же, проявилось. Такое стало более блестящее. Каял очень хороший. Wet n Wild. Молодец карандашики. Хорошо делает. И карандашик для бровей тоже от Wet n Wild. Меня полностью устраивает. Я не думаю, что он какой-то супер устойчивый. Вы, например, находитесь долгое время на улице. Или в каком-то месте, где вам жарко. То он может, наверное, все-таки подисчезнуть в конце дня. У меня есть такое предположение. Но наносится очень легко. Он довольно мягкий. Мягкий, конечно, это не плюс. То есть, наоборот, такие плотные карандашики для бровей. Они более такие стойкие. И ими легче рисовать какие-то отдельные линии. Поэтому я думаю, что он хороший бюджетный карандаш. Но он не абсолютный аналог той же Huda Beauty. Если говорить о палетке, свотчи вообще просто потрясающие. Тушуются тени легко. Они ложатся довольно такой легкой дымкой. То есть, нет какого-то очень сильного пигмента на глазах. Но это, в принципе, то, что большинство люксовых теней делают. Поэтому тени действительно, я считаю, достойные. Они, конечно же, не Pat McGrath, не Natasha Denona по пигментации. Но если мы говорим о каком-то таком люксе, например, Lancome, который делает такие полупрозрачные тени. Наверное, вряд ли бы вы смогли бы их отличить, если бы вам дали их. Потому что они очень мягкие. Они очень блестящие, красивые. Посмотрите, как они блестят. Действительно красивые тени. И, наверное, разочарование это будет этот хайлайтер. Все-таки есть в нем какой-то такой серо-розовый подтон, который делает лицо немножечко таким уставшим, на мой взгляд. Может быть, с фиолетовыми тенями это смотрится не совсем как-то провально. Но, наверное, если все тепло и бухнуть вот этот хайлайтер, не будет, я думаю, совсем подходить. Тушь тоже не могу рекомендовать. Очень долго приходится наслаивать. Она не слишком сильно отдает пигмент. Она, возможно, увлажняет ресницы. И это как такое хорошее средство для ухода за ресницами, да. Если у вас есть время долго красить ресницы. Она их, в принципе, прокрасила. Но большинство тушей сделают это быстрее и более объемно. И подлиннее, думаю, тоже они могли бы у меня выглядеть более такими длинными. Ну, вот такое получилось видео. Я буду с нетерпением ждать ваших комментариев. Что вы об этом думаете? О косметике за 1 доллар? Купили ли вы ее себе? Если у вас какие-то аналоги недорогой косметики, которая действительно выглядит как люксовая, если не смотреть на бренд и не смотреть на упаковку. Спасибо большое за ваше внимание. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Пока!